В продолжении программы «Новое утро» у нас очередные гости. Лариса Курочкина, библиотекарь библиотеки имени Паустовского и Тимофей Зацепин, спидкубер. Здравствуйте, Тимофей. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Доброе утро. Ну, мы уже поняли, что спидкубинг – это про кубик Рубика. Но все-таки, Лариса, мы сейчас хотели бы поговорить, начать говорить о книгах про головоломки. Да, я сегодня принесла в студию несколько книг «Головоломки». То есть интересное достаточно издание. рассчитанное как на детей, так и на взрослых. Здесь и задачи, и именно различные бродилки интересные, и кроссворды. Естественно, это все направлено на улучшение логического мышления, на скорости мышления. Ну и, конечно же, для детей на улучшение результатов по такому предмету, как математика. Вот это совершенно интересная книга с дополненной реальностью. То есть стоит в телефон закачать специальную программу, навести на картинку, и начинает все двигаться. Паровоз ехать, самолет лететь. Ну просто чудо. Технологии? Технологии. А можно, да, я посмотрю и полистаю с дополненной реальностью? Ребята, программного обеспечения такого нет. Сейчас скачаем. Какие самые популярные, кстати, головоломки сейчас? Ну вот, кроме... Вот спички. Я помню, было дело в детстве, постоянно друг другу загадывали. Тебе, убери спичку, чтобы там было... То есть головоломки, конечно, популярные. Ну, естественно, кубик Рубика сейчас приобрел опять популярность. Различные змейки, различные пирамидки, значит, шары. Все это очень интересно. Ну и дети, конечно же, берут книги. Стали более часто брать такие книги. Им интересно. Просто не просто в телефоне посидеть, но и почитать, позаниматься, улучшить свои, опять же, результаты в технических науках. Вот. И буквально летом к нам в библиотеку записался вот этот замечательный молодой человек. И мы, разговаривая с ним, выяснили, что у него хобби. А какое хобби? Это сборка кубика Рубика. Мы предложили, а нельзя ли, Тимофей, у нас в библиотеке организовать такой кружок? Кружок для желающих собирать кубик Рубика. И у нас оказалась эта идея очень-очень популярной. То есть пришли дети возраста Тимофея. Тимофей каждую субботу в 17-30 ведет у нас занятия уже на протяжении 4 месяцев. Он сам ведущий эти занятия? Он сам ведущий. И детям интересно слушать именно Тимофея, а не взрослого человека. То есть они общаются с ним, какие-то вопросы задают. Но самое интересное, что к детям присоединились взрослые. Папы и мамы. Тимофей, ну расскажи нам, пожалуйста, с чего все началось у тебя? С чего все началось? Началось с какого-то внутреннего желания. То есть просто желание собрать кубик Рубика у меня вышло изнутри. Просто хочу собрать кубик Рубика. Ну, он у тебя как-то появился или вы прям специально пошли и купили кубик Рубика? Ну, лет 5 назад в планете мы просто ходили по магазинам, закупались нам вещами нужными нам. И я увидел кубик Рубика. Мне просто захотелось. Я был маленький еще тогда. Просто интересная штука. Мне захотелось. Какие-то эмоции, когда первый раз в своей жизни человек собрал до конца кубик Рубика? Что ты тогда захотел посложнее что-то? Я чуть в обрак не упала. Это все сейчас твоя коллекция, да? Да, это все моя коллекция. Каждую головоломку я умею собирать. Ну, а вот эти вот повторы, они для вас. А можешь коротко еще раз рассказать, как они называются? Вот этот он кубик. Мегаминкс. Это мегаминкс. Видите, он не кубик. Это форма? У него 12 граней. 12 цветов. А там есть, получается, у нас тут 5 на 5, да? 5 на 5. А вот этот тут пирамидка. Как пирамиду Хеопса. А это? Скиуб. Скиуб. И коротенький 4. 2 на 2. А вот этот, послушайте. А это, например, волк, либо зеркальный кубик. Может, нам 2 на 2 начать? Ну, попроще. Антон, держи. Ну, вообще, с чего ты рекомендуешь тем, кто приходит в ваш кружок начинать? С чего? Вот те, кто приходит в наш кружок, я и говорил, что буду учить кубик-кубика 3 на 3 собирать. Я, получается, ее учу. И тогда, когда я научу трешку собирать, то тогда я научу и двушку собирать. Угу, двушку. Хорошо. Да, потому что... То есть двушка сложнее? Двушка, наоборот, легче. Ну, то есть, получается, я хочу научить кубик-кубика сначала собирать, потому что остальные головонки, они собираются примерно по той же методике. Угу. Ну, вот давайте докажем. А то мы говорим, что Тимофей такой молодец, вот сам умеет собирать. Тимофей, ну вот собери, пожалуйста, на наших глазах кубик-кубик. Смотри-ка, Антон, ты запоминай. Смотри-ка, какой он. Нет, методику надо знать. Методику, а я думаю, просто крутишь и запоминаешь. Подачу. Когда крутишь, смотришь, желтенький. Желтенький смазан хорошо, видишь, как. Летает тут. Да, главное, чтобы... Мелко моторик развелся. Смотри, смотри, желтые уже получились. Смотри, он... О-о-о! Да как! Браво! Мы, конечно, не засекали время, но... Быстро. У меня... Так, что у меня случилось? У меня вот так должно быть. Вот, все. У нас они собраны, а у меня нет. Надо правильно разобрать? Или мы разбираем хаотично, а потом собираем уже... Хаотично. Я собираю, допустим, хаотично, но чаще всего... Вот у меня, допустим, на телефоне есть специальный таймер для того, чтобы собирать клубок Рубика. Там есть специальные английские буквы, которые означают одно из движений в кубике. И я по этим буквам разбираю кубик и после этого по тайме, ну, собираю. И секундомер мне показывает, за сколько я собираю. И вот сколько? Расскажите, Тимофеев, какие рекорды по времени сборки? Ну, допустим, двумя руками я собираю, одной рукой и ногами. Нога? Да. Руками, руками, допустим. Двумя руками у меня рекорд личный 14 секунд 80 сотых. 14 секунд. Друзья, если вы тоже хотите научиться собирать кубик, хотя бы просто собирать для начала его, давайте напомним, что занятия проходят в библиотеке и когда? Еще раз, может быть, там? В субботу в 5.30. В 17.30, приходите. Ого, нужна запись предварительная. Брать книжечки, головоломки. Я за 14 секунд могу вот что собрать. Смотрите, раз и два. Получилось? Браво, браво, Антон! Я просто запомнил, как я разобрал. Перед друзьями можно удивить их. Такие книги помогают, да, как раз в изучении методик различных? Да, безусловно. Это очень интересно. Тимофей, спасибо большое. Я думаю, ты поразил сейчас и мотивировал очень многих наших зрителей. Лариса, вам спасибо за то, что дали Тимофею шанс проявить себя в вашей библиотеке. Обязательно приходите, если вам интересна библиотека имени Полустовского. Продолжение следует...